съемочка на гоупрошку ребята купил две новые камеры вроде бы с лучшим звуком по вашей просьбе просрал телефон но купил съемка должна быть качественная не знаю как будет звук на гоупро но на сонке проверено уже хороший вот первый раз снимаю на гоупрошку девятая гоупрошка самая последняя чтобы не говорили короче что мы едем потихонечку следующий рейс в этот вторник сейчас выходные отдыхаю наконец-таки дорвался до дому вчера у меня был такой день отдыха так себе работал на доме а сегодня полноценные воскресенье ничего не делаем только как говорится гуляем и отдыхаем а дальше во вторник у нас получается уже выезжают скорее всего даже загружаться не буду просто выезжать сразу в рейс как обычно и беру машины в нью-йорке ахайо в общем по пути стандартная ситуация так что такие дела вот решил выпробовать новую камеру тут у нас наш райончик красивый это салтвик штат масс-честь город салтвик штат масс-честь погодка у нас тут хорошая мне нравится прохладненько дождик такой легкий на себя 50 процентов дождя обещали это немного а я смотрю на экране здесь на sony экрана нету а здесь есть на гу-про здесь шире шире показывает этот обзор чем на соньки так прям всю панель видна на машине скажите в комментариях как вам новая картинка и звук а гу-про ну вот конечно похоже чем на соньки потому что он стерео но все равно тут улучшим гораздо пока придет новый samsung там вообще звук шикарным снимаю на камеру и и и и и и господа товарищи мы уже мчим с вами по нью-йорку следующий рейс не могу поверить что так быстро выскочил буквально выходные дома и снова погнал погнал за выходные много чего произошло я приехал в штаты сразу и стройка идет дома и работать надо и свой подряд короче это у нас албани нью-йорк неподалеку валим в сторону какой-то деревне штате нью-йорк подал бы забирать фонду аккорд первая машина так что такой ливеняка валил конкретный у нас там а в горы поднялись все погодка даже солнышко вышло на пару секунд прекрасные тут виды открывается когда заезжаешь нью-йорк какая-то долина и мосты чушка серебрится маленькая сбоку а потом еще большая решил мотнуться еще есть перед райвеном вот тут опять после этого рейса начинается флорида флоридские машины сноберс может быть еще махнул разочек на флориду если цены конечно будут продвигать нормально туда а обратно но вот так себе это за практически в этих краях я еще не был но где-то здесь подал бы не так чтоб кататься внизу не был выше был серпантины такие в камышах конкретно но природа здесь очень красивая правда буквально остался месяц наверно перед тем как выпадет снег хотя и может быть и раньше а снега здесь у хорошая мы ребята к тут красота вообще вошпе такое как с картинки луга поля и степи коровки упасутся обалдеть как тут прикольно подъезжаю буквально две мили мне осталось я уже буду на месте дороги тоже шикарные для жизни знаете такой спокойной жизни очень места обалденные людей то не видно но вот так вот видишь только дома в домах машины стоят видишь озера какие-то пастбища поля для коров фармленд как у нас называется фермерские угодья пожалуйста тут лошадей наверно разводят а вон там на горизонте какая цвета гамма просто неописуемая красота неописуемая да осень это время года наверное самое красивое как я уже говорил еще раз повторюсь в нашем регионе не выбранная наша солома сено зимой по одному стогу собирают если нужно а так лежит поливает дождик 2 мая до 8.05 хилдербург трейл таких только цветов нету берега в общем еду на какой-то парковочку такую земельную типа долларный какой-то магазин типа доллар 3 или доллар дженерал и напротив там вроде парковка мужик пообещал большая где можно ставить неудобная загрузка конечно в том плане что машину сейчас которую забираю она идет ну как бы не первая скидывается на дальняк в Сан Антонио аж а потом у меня машины которые я буду после забирать они скидываются раньше кстати снимаю в данный момент снимаю на Соньку ребята до этого снимал так и не пошел заправка так что тут у них что тут у них окей окей напротив они говорят как это парковка так где парковка в магазин и езжу магазин а вон парковка окей а может не обманул молодец вот доллар генераль а вот прекрасная парковка чтоб загрузить отлично и одоволен главное что не на дороге на дороге всегда так опасно переживаешь думаешь как это пьяница или засмотрится на телефоне кто-то знает как едет я всегда посмотрю конечно но я взял такое выехали сюда конечно такие кривые съезды выехать будет сложно вот я не знаю что тут прям стрянешь однозначно чуть-чуть потом назад все идем грузиться и ребята скажу тут немножко прохладненько прохладней чем у нас в Нью-Йорке прям так морозец все позвонил клиенту он уже на пути сказал 10 минут буду а я пока просматриваю пути отхода куда мне назад сдать я наверно сюда дам в кусты чуть-чуть дальше выйду в ту сторону потому что там гладко ну относительно то можно застрять здесь хуже заезд застрянешь 50-50 а вот там куда я повернут там однозначно я сяду на пузо я даже не успею выехать забуксую просто и окажу здесь на пузо поэтому дабы этого не произошло я постараюсь сделать как правильно я прям околел ребята надо кофточку одеть кофточку одел посмотрим как на гоупро смотрится желтый цвет а красота такой широкий угол обзора на ней на этой бугрошке посмотрим где мы запарковались смотрю тут знак стоит private snowmobile trail частная дорожка для снегоходов зимой а вот заброшенный какой-то дом или бизнес не знаю что это такое когда-то что-то было с кирпичей сделан не деревянный ветер шлакоблок седла да тут даже можно сзади объехать развернуться без проблем как обычно когда забрасывается бизнес остается куча хлама даже снегоход смотрите старый снегоходик я думаю наши бы уже бы его отсюда его выкопали отремонтировали он бы уже бы ездил в принципе почему нет я бы даже забрал бы если бы недалеко от дома был да вот так вот заброшка а парковка обалденная здесь парковочка надо пометить звездочкой если буду в этих местах не дай бог конечно далеко слишком то буду здесь грузиться в этих местах вот так в этих местах в этих местах есть где так это не заходят до Короче, не успеваем на 20 минут доехать до дилерской, где у меня Volkswagen Beetle, жучок, 60-го года я должен забирать. Сейчас позвонил на дилера, попросил, чтобы подождали меня или оставили ключи, или еще что-то. В общем, жду ответа, может все-таки получится. А то прям засада будет, если не успею, придется ночевать час от дома. Короче, перезвонил клиент, дилер, говорит, нормально. Приезжаю, я тебя полчаса подожду, бросаю. Успеваем, забираем тачку. Прикольно должна быть. Volkswagen такой, вербатый, 60-го года, представьте, на 24 года старше, чем я. Но вроде как в хорошем состоянии, наверное, не знаю. Так, ребята, приплыли, приплыли мы тут на место загрузки. Volkswagen дилеров здесь сейчас, наверное, я встану прям посрединке и загружусь. Ага, вон он черненький стоит, мой баггик. Класс. Идем. О, ребята, бачка класс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, ребятули, тачка огонь. Здесь нельзя, правда, парковаться. Короче, тики-то дают в этой средней линии в Нью-Йорке. Я сваливаю. Быстро уже запарковал его. Короче, как с завода. Завтра днем покажу. Как с завода. Машинка идеальная. Работает, заводится. Ну, пока, по крайней мере. Тут и тут. Думаю, все так и останется. Карбюраторная, даже с подсосом. Все дела. Все окончали. Сегодня у меня ночная загрузка, ребята. Забрал еще одну машину. Subaru Forester. В городе Syracuse, Нью-Йорк. В этом районе еще, ну, в этом городе недалеко. Четвертая моя машина и последняя на сегодня. Нужно будет забрать. По темнякам, конечно, не очень прикольно, но выбора у нас нету. Надо поработать немножко. Выехал поздно. Ну, ничего, завтра уже доберем остальные прямиком на Texas. Выехал поздно. Наконец-таки закончится дождь, ребята. Мы заскакиваем индейцам на заправку здесь, в Нью-Йорке. Мчу на Клинланд. Четыре машины по-прежнему у меня на трейлере. Еду за Nissan Frontier и Bentley Flying Spare. Первый раз я перевожу такую машину под названием Bentley. Обязательно вам покажу, что это за автомобиль. Может быть, покажу и жучка, которого забрал. Тоже шикарный автомобиль, практически новый. Вчера ночью я его загрузил. С 60-го года, а состояние нового автомобиля. Это просто шедевр. Сейчас заправимся и уже в Кливленд не переключусь, наверное. Пора уже выезжать, например, мне можно наблюдить, когда я уже доставку сделаю. Просто отдыхаю. Это мне, лично меня спрашивает. Позавтракали, заправились. Все, ребята. Нон-стоп до Кливленда. Идем. Целый час здесь провозился. В 15-14 будем в Кливленде забирать нашу пятую автомобильку. А дальше в Коламбусе еще вроде как одна наглевывается. После 5 лет. У индейцев по солярке цена так же. Все стабильно, ничего пока не меняется. 2.09.9 заправляется 370 долларов бак. Шикарно, шикарно. В Чехасе, конечно, немножко получше. Но для нашего побережья это прекрасно. Виноградники Нью-Йорк. С обеих сторон дороги. Мне интересно, урожай уже собрали? Или еще нет? Как тут вообще на севере растет виноград? Как бы эта местность находится между озер? Может быть тут какой-то такой микроклимат хороший? Благоприятный для выращивания? Или может быть сорта винограда? Интересно. Это у нас дорогу делают. Асфальтик. Фиксы. Трещины, всякие перебои. О, какой-то дядька уже едет на рыбалочку. Такая красивая лодка. Эберглейдс. Называется. Мы когда-то на такой ездили в осенью тоже на рыбалочку. На Bluefish, на Striper. Это было круто. Надо обязательно, когда будет свободное время, еще махнуть. Половить океанскую рыбу. Так, заезжаем, друзья. Частные райончики Огайя. Снова. Клинланд. Снова ищем, где припарковаться. Потому что реально здесь. Больших классов не осталось спереди, все позади. Но далековато от клиента. Вот две мили. Почти четыре километра. Думаю, что может и не захотеть приехать, куда надо. Попробую. Все-таки иду парковаться. Можно иду в лазочку. Потому что надо скинуть машинку. Загрузить. Две. Нужно будет место. Хороший частный сектор, старый видно, но дома такие большие, смотрю. Так, ну не видно пока, ничего не видно. Видно, заехал плотно в частный сектор. Никаких магазинов по бокам. Ничего, ничего пока нет. Стиль домов мне нравится. Хороший такой, в немецком стиле. Тут английский стиль. Смотрите, какой большой. Дом с красного кирпича, дерево, с окнами. Очень старые дома. Устроились, кто его знает, когда. Тут их не сносят, а реставрируют. Потому что они такие вот неплохие. Каменные, кирпичные. Ну, либо, крайней мере, обложенные кирпичом. Не знаю, встал как-то сбоку, но все равно опасно. Машины ездят, наверное, все-таки я уеду с главной дороги. Такое, помните, как в прошлый раз я сбоку вот парковался, видите, ворховка, где обычные машины стоят. Дело в том, что левая сторона опасная. Все ездят очень быстро. А тут и плазочки. Ну, на них нереально запарковаться, потому что, ну, сами понимаете, машин много. Вот и дверь открыла какая-то. Чучундра. Тут даже не смотрим, вылазится. Так, так, так. Ну, тут вообще. Ну, как бы я еще стал бы так широко достаточно. Еду в другую сторону. Сейчас был Москва. Кошмар. Дома красивые, но заехал я район ужасный. Не знаю, ребята. Считаю, что желания здесь грузиться нет. Видно, старый-старый район. Не знаю, что тут за люди живут. Устроилось тут все очень красиво. С реки Димбалкованы. Вот она, ребята, адреса. Вот эти траки забирают вещи. А я буду забирать машину. Придется перегородить кучу людей. Кучу домов. Тут уже без вариантов. Ну, что, ребята, погнали работать. Погнали разгружаться-загружаться. Закрываем, зачиняем машины. И грузимся. Вон те ребята на желтых грузовичках. Грузят вещи. А мы будем грузить машинку. Так. Развязываем. В этот раз у меня Рыки Свободные. Можно работать. Камера на голове. Пробуем заснять экшн. Так. Слабенько ремень был. От дождя. От дождя расслабляется. Видите, ночью вчера не видел вот этого. Ну, дождь был, все мокрое. Сейчас все видно. Дэнтов. Покоцаная машинка. Дедушка какой-то на ней ездил. Я вчера в 10 вечера по ливню, дождю ее забирал. Район такой, повороты с каналами. Короче, у меня вот это правое колесо. Оба колеса чуть в каналу не ушли. Если бы я не дал газу, точно крутанул бы трейлер на бок. Так и заранее заметил. Короче, как газанул и максимально вправо взял, чтобы минимально попасть в яму. Ну, вроде бы выехал. Буксовал, буксовал, короче. Пару секунд, ну, пошел. Ну, вроде еще все целое прошлась по канаве. Хорошо, широкая база. Так. Что мы делаем? Скидываем Акуру, опускаем вторые этажи, загоняем наверх. Загоняем наверх Ниссан Фронтьер, который у этих ребят. не знаю. Наверное, дедушке скажу, чтобы он этого Ниссана сюда подогнал, чтобы я туда не лез к этим ребятам. О, что-то ремонтируют. Сейчас главное не цепануть баги. Он у нас бесценный. Смотрите, какой красавчик. Я даже днем вообще не показывал вам просто нулячий машин. Нулячий. За 12 тысяч всего лишь продался с 60-го года. Это такие машины бесценны. Вот видите, 11995. И то, мне кажется, дилер взял его дешевле. Он украл просто хозяин эту машину. Тысяч за 7, я думаю, продал за 12. Ребята, ветер жесткий будет местами. Поэтому, если что, проматывайте. Возьмите. 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 Идем за машиной. Я на сайте. На таких трачках. Видите, в аренду берут, перевозят тачки в Пенске. А есть такие еще ЮХАУ. ЮХАУ. Смотрите, кстати, сколько стаффа они набихали в тачку в этот Акуру. Ужас. Целый багажник. м Коты Окей Джоу Амм Идем в любом и скиньчуре И мы должны быть готовы Ум История Ще сон Субтитры Таким образом Вы переходите на то, что ли? Да Видите, как сильно холодно? Это очень холодно. Да, это самое лучшее. Да, да, это нормально. Я могу написать для тебя, если ты хочешь. Я написать для тебя. Это не должно быть perfect. Бестный сигнал ever. Я могу имелить тебе копию, если ты хочешь. Хорошо. Если дай мне твоя емель, я буду делать это сейчас. Это johnbishop7 7 7 А Outlook Outlook.com Outlook.com Johnbishop7 Отlook.com Да, да, да. И мы должны быть все готовы. Я собираюсь ловить ее. И готово. И я тебе звоню, когда я познакомлюсь. И я тебе звоню. И я буду ждать вас. И я буду ждать вас. Что вы думаете? Три дня. Три дня. Три дня. Три дня. Три дня. Три дня. И я буду ждать. Спасибо, John. До свидания. До свидания. До свидания. Главное, такой мужичок. Так. Зеркальце загибаем. Тут сейчас главное, чтобы все поместилось у нас. Чтобы все было окей. Так. Оп. Тормоза такие плавают здесь капец. Опа. Пойдем проверим. Пойдем проверим. Чтобы у нас было все окей. Вот так. Вот хорошо. Место есть. Поднять смогу. Все тут. Высота нормальная более-менее. Можно, конечно, его задом, но нет. Задом, наверное, вот похоже. Так. Ручник. О, тут ручник настоящий. Окошечко. Закрываем. Дедушка вояка. Служил в морской пехоте США. Такой дядька. Серьезно. Ну, видите. Не смогу расписываться ему трудно. У него какая-то болезнь или что. Руки как бы так. Трусит его. Альцгеймеры. Я не знаю, как называется. Как у Тайсона. Майк Тайсона. Я смотрю на машину. Я смотрю на машину. Я смотрю на машину. Вчера было как влажное. И... Это как, как новая. Да. Очень хорошая. Да. Очень хорошая. Какое время ты делаешь? 8 лет. Да. Я просто получил мою новую. Экаппетент. Не только. Но только 2 лет. Я был старый. Я работал как двигатель. Но 8 лет. Я работал как двигатель. Да. Так. Я не знаю, как двигатель. Нет. Нет. Это легко. Если ты привыкнешься к двигателю. Да. Хорошо. Это должно быть хорошо. Спасибо. Да. Да. У меня есть камера. У меня есть канал на YouTube. О том, что я работаю. О. Я на ТВ? Да. Да. Это в русском. Да. Да. Не знаю. Давай сходим. Уже Коламбуза. Да. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. может придется вольтсваган еще ой да а не знаю ребята знали за что у меня сзади поместится она какой-то силик залезть нужно буду максимально пихать так этот еще есть 20 сантиметров чуть-чуть подвину дальше сейчас максимально рисковать сильно не будем тяжесть все равно на ось на ось тяжело будет мне надеюсь перевеса не будет к вылазить чтобы нас ветром ветром не сдуло залезет что-то залезет что-то небольшое короткое смысле конечно вылазил не немножко вылазит хорошо но хоть не надо было выгонять эту машину а то прям сейчас было бы она на стыке и такая плавает тоже но вниз bentley точно поместится наверх bentley не залезет однозначно бентли флайнг спор забираю да я говорил вроде первый раз вообще bentley буду вести тут еще и флайн спор длинный по фотографиям по крайней мере смотрится но она успеет за ним ребята вроде бы как а столь такой надо завязать завязать тачки ребята вроде даже дилера русские ошибаюсь лев зовут дилера акцент у него такой наш ладно вяжем едем уже процесс этот снимать не буду в наших будет куча материала для обработки ребята пробка тут капец машины ездить стука как на той главной дороге тихонечку вяжу брандулеты эти витраган серьезно знаете такое чувство что снег выпадет ну вроде все как-то так и машины по порядку более-менее сейчас главное что-то маленькое нужно большое сто процентов уже не полезет едем коламбус встречай бентли загружать все покидаем райончик дать говушки знаю как отсюда выехать просто здесь просто деревья страшно ну ладно ладно я и дальше пожалуй не буду отвлекать а а а а а а а а ребята мы на финишной прямой едем за бентли лакбурн роуд 1 лая 8 миль с левой стороны какими чагирями только отсюда не ехал вы не представляете мосты 14.0 экшел хай я наверное машинка там 13.9 ты драчка которого последнего забрал в общем жесть столько поворотов вообще поворот один не 90 градусов 1 180 все просто конусом знаете почему еле завлез короче ребята бентли мы не забрали проблема в том что машина стоит 120 тысяч баксов страшно громадная как может быть полтора легкового автомобиля но просто длиннющая 203 там же там у нее база широченная ну царапинку поставишь короче страховка не оберешься 900 долларов платить за такую машину а 2000 брать за 900 долларов мне взяли это говно еще одна трата времени ну ладно, что делать какой-то ужас все пошло все кувырком не, машина уже все надо бросать срочно не можем пока найти никаких машин вообще загрузились супер дешево так паршивенько думали хоть я думал, что здесь какие-то вахая машины были к сожалению одну забрал в Климланде в Климланде в Климланде в Климланде тачка вообще в идеале просто я не знаю какой дурак ее на open поставил я не понимаю и я не понимаю, что мой диспетчер не понимаешь, какие машины на open брать нельзя люк короче не взяли машину за 950 баксов цена хорошая но не для этой машины для обычной легковушки хорошая для этой машины цена на полторы в Климланде полторы это минимум так едем взяли теслу едем взяли теслу на аукционе манхайм тесла вроде там аукцион вроде работает до 10 но ключи в каком-то там офисе ритейл офисе а ритейл офис, как понятно работает до 5 вот мы и застряли в Коламбус ну ничего и не такое бывало ребята так, решил рассказать данные движения едем отдыхать едем отдыхать завтра, как говорится утро вечера мудренее посмотрим что нам оно даст катимся по Коламбусу да красота здесь жить обалденно такие местечки тоже тихие очень похоже кстати где ежу смотрите какой закат уже потому что зашло красным багровым такой закат на фоне поля не знаю что это растет но красиво в общем ребята закончим этот рейс ой рейс говорит день на позитивной нотке приехал я на Манхайм пошел в офис а мою теслу уже забрали говорят чувак опоздали короче ночую здесь на Манхайм и до завтра будем что-то искать пытаться сделать рекауэр на завтра две машины не хватает получается ну бентли понятно не забрали и тесла все таки я думал забелен тоже неплохая цена вроде бы ну как неплохая дешевая супер но просто неплохая для этих мест я уже полпути на техас вот вот в общем ждем завтрашнего дня утро вечера мудренее думаю что все получится у диспетчера сегодня кстати день рождения он мучается у него там уже 6 утра он на испорт машины ищет Кирилл привет и с днем рождения тебя еще раз так все ребята все спокойной ночи мне кому то хорошего дня и до завтра будем завтра уже новые движения ощущать на себя все пока